Микс Ньюз. Программа Синема. Поехали. Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Киноманы, кинолюбы. Мы в ближайший час поговорим о кино. О европейском всё-таки не будем, особенно мы, может быть, ну, а может, о голливудском тоже поговорим немножко. Родион Золотарёв, звукорежиссёр, обеспечивающий качество нашего эфира. И сегодня в нашей студии журналист, редактор журнала «Лилит Киноман» со стажем Юлия Румянцева. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Европейское кино. Вот мы поговорим, может быть, о тех фильмах, которые сейчас в прокате, которые появятся в ближайшее время в прокате, и вообще о том, как, может быть, эти фильмы попадают в наш прокат. А может быть, начнём с какой-нибудь, не знаю, ностальгической нотки, с которой мы как-то за эфиром затронули. Как, каким образом «Любовь к кино» пришла? Вот что послужило, не знаю, толчком, какие фильмы сформировали личность? Ну, я, конечно, росла во время, когда ещё не было такого засилья коммерческого кинематографа. Не знаю, кем бы я выросла сейчас. Но, слава Богу, существовало наше латвийское телевидение, между прочим, невероятно прогрессивное по временам распада Советской империи. Как мы помним, там была замечательная программа видеоритмы гостем, который был Артемий Троицкий, которая прививала великолепный музыкальный вкус. И раз в неделю показывали замечательные жемчужины европейского кинематографа, также по этому латвийскому телевидению. Вот я прекрасно помню, что то ли каждый вторник, то ли среду по вечерам преподала к экранам, и порой даже на латышском языке, возможно, понимая не всё, внимала, внимала. И, конечно, фильм «Земляничная поляна» – это, наверное, такое начало отчёта Бергмана, которое на меня повлияло и произвело невероятное впечатление. И, наверное, если бы не этот фильм, и бы вкусы были другие. А так, пошло-поехало, потом я ездила в Москву. Я помню эти времена, видео, как я ездила в каждую командировку в Москву, обязательно совершала паломничество в Дом киноактера, записывала фильмы. У меня собралась прекрасная коллекция фильмов Педра Альмадовара, Вуди Аллана. И вообще, не знаю, Вуди Аллана, я считаю, главным режиссёром в своей жизни, и могу порекомендовать его фильмы смотреть каждому, чтобы научиться более легко всё происходящее воспринимать и относиться ко всему с юмором, в том числе иронизировать над собой. В Москве видео, насколько удавалось быстро сориентироваться? Вот это самая главная проблема – что просить, что требовать, вот этот спрос и предложение. Ведь видеопрокаты в основном крутили фильмы с Ван Даммом, с Чаком Норрисом, всё было завалено кассетами. Ведь я очень хорошо тоже помню, я учился в Москве, когда была главная проблема, совершенно не было информации о том, что это за фильм, и ты не мог понять, что смотреть в кино, хороший это фильм или плохой. То есть каких-то буквально ориентиров ведь не было. Не было, но всё, наверное, зависит от окружения, в котором мы вращаемся. Слава Богу, я училась на факультете журналистики в Латвийском университете, вращалась в невероятно богемном обществе, впитывала как губка всё, что происходит. Мы устраивали совместные тоже видеопросмотры совершенно некоторых безумных, альтернативных авторских таких фильмов, которые, возможно, сейчас бы я даже уже не решилась никогда посмотреть. Но, в принципе, эти же тренды, они живые. Как мы все узнали, что нужно обязательно посмотреть фильм «Сны Аризоны»? Это же просто висело в воздухе, что нужно, вот, хватит смотреть Ван Дамов и Шварценеггеров, нужно как-то раздобыть эту кассету и посмотреть. «Юного Джонни Деппа» тоже, кстати, фильм, наверное, остался со мной жить всю жизнь в моём сознании. — Насчёт «Арсенала» Сокутского, вот, насколько этот был момент поворотный? Потому что я помню, что когда просто в Москве рассказывал, какие фильмы показывают на «Арсенале», это вызывало тоже шок и зависть просто буквально. — Да, замечательная совершенно тоже страница в нашей истории, такой уникальный фестиваль, не знаю, это, наверное, возможно было только в те годы, это такая была смесь креатива и лёгкого безумия, я не знаю, каждый арсенал был каким-то особенным, он не укладывался в рамки того, что мы сейчас воспринимаем под маркой кинофестиваль, это такой был экспериментальный путь замечательный, и тоже там, конечно, зрительские ряды пестрели ярчайшими представителями нашей богемы, творческих кругов, очень было интересно и смотреть кино, и обсуждать его потом, и, в общем-то, даже ожидать. Мой рекорд один раз я посмотрела за день то ли четыре, то ли пять фильмов, это, конечно, была ошибка, там было и корейское кино, и чего там только не было, и грузинское, и так далее, всё это смешалось у меня потом в одну огромную кашу, но всё-таки я тоже считаю, что арсенал тоже очень повлиял, и все те, кто его посещал в своё время, выросли совершенно особенными людьми. Видеокассеты, вот как какой-то удивительный артефакт, я тоже помню в те времена, когда у меня дома была просто, ну вот стена от пола до потолка, она была такая, ну не пирамида, вот действительно просто стена из видеокассет, просто не было возможности даже полки сделать, они лежали друг на дружке, это, ну сколько там, ну, наверное, по несколько сот, если не по тысячу. Вот что, сохранилось ли что-то с тех времён у вас? У меня сохранилось каждое, это единственное, что я не смогла при переезде выбросить, я не смогла расстаться с двумя вещами. В моей коллекции CD с музыкой прекрасной, электронной 90-х лет, и с моей коллекции видеокассет, потому что, когда я вспоминаю, у меня же каждая, я беру её в руки и смотрю, там написано, не знаю, Вуди Ален, Манхэттен, от руки причём написано, это же рукотворные все эти надписи, ещё уже не было всё так технологизировано, не было этой глобализации, всё было рукотворное. Я смотрю, у меня такие пласты воспоминания целые всплывают, как я ехала, как я ехала на поезде, как я ехала в Москву, как я была молодым журналистом газеты «Субботы», как я делала какие-то там интервью, а как только у меня свободная минута, я в этот дом киноактера, там в районе Арбата он находился, и там, в принципе, очень легко было выбирать кино, потому что там уже был сделан такой первоначальный кастинг этих фильмов, там, в принципе, все фильмы были хорошие, там нельзя было, вот можно было с закрытыми глазами тыркнуть в каталог, и всё равно попадаешь в фильм из «Сокровищницы мирового кинематографа», который стоит посмотреть или сейчас, или, может быть, через несколько лет, когда ты до него драстёшь, потому что, конечно, все эти фильмы, я так понимаю, что фильмы – это как духи, если тебе один активно не нравится сейчас, это не значит, что через пять лет ты не посмотришь его и не подумаешь, боже, какой же это шедевр, потому что мы меняемся, мы постоянно в развитии, и всё это совершенно резонно и логично, плохих фильмов, наверное, я думаю, не бывает, бывают фильмы, к которым мы не готовы или из которых мы уже выросли. Да, прекрасный, кстати, лозунг, что плохих фильмов не бывает, и на каждый фильм находится свой зритель, и самое главное, чтобы эта встреча состояла своего зрителя со своей картиной. Вот если в наши дни говорить о том, что ситуация складывается ведь достаточно, ну, я не скажу драматично, но получается так, что кино в основном смотрят в мультиплексах, и это превращается постепенно в такое семейное развлечение, когда семья с несколькими детьми приезжает затовариться в супермаркет, и заодно давайте вот сходим в кино, и это, в принципе, сразу настраивает прокатчиков именно на то, что прокатывать нужно фильм для семейного просмотра, и это, ну, вот постепенно сама логика рынка, она как-то лишила достаточно большую часть зрителей возможностей смотреть, ну, какое-то хорошее, любимое, качественное кино на большом экране, потому что это становится просто экономически невыгодно. И вот эта, ну, вот драматическая ситуация, в принципе, вот сейчас, ну, я понимаю, сузила эти площадки для того, чтобы посмотреть, но, тем не менее, эти площадки существуют. Может быть, вот мы поговорим вот о тех вот местах, где можно посмотреть кино, вот, ну, не голливудское, не коммерческое, не массовое. Да, таких площадок в Риге несколько, все они мною горячо любимы, и в том числе потому, что идут как-то наперекор течению, если в мультиплексах кино воспринимается как, в общем-то, ну, это уже сопровождение для попкорна, для кока-колы, пива, это уже все как-то срослось в какую-то нерушимую связь, то в такие кинотеатры, как Splendid Palace, маленький, самый, наверное, маленький в Риге кинотеатр, Кинобиза такой альтернативный, или Касунс, где уже крутят фильмы, которые вышли из широкого проката, люди ходят именно из-за того, что они любят кино, и они хотят увидеть его не скачанными пиратским образом, там, в торрентах, а на большом экране, они хотят наслаждаться каждым кадром, и они хотят именно вот вступить в такое, наверное, слиться, слиться с этим фильмом, чтобы не было между ними никаких посредников и раздражающих факторов, как говорящие по телефону люди, шуршащие там всякими банками и так далее. Ну и, наверное, это еще возможность побывать вот в какой-то, как йоги говорят, посидеть в энергиях других людей, с которыми их связывают, как это действительно духовная связь, то есть, ну, ты приезжаешь на определенный фильм, ты встречаешь тех же самых людей, которые тоже приехали посмотреть это кино, потому что я помню, в 80-е годы Москва, вот мы ездили буквально на окраину Москвы в какие-то маленькие кинотеатры смотреть фильмы Тарковского, ну, или Феллини, или там вот, и были действительно фанаты, которые вот создавали, ну, типа клуба, потому что это после просмотра обязательный был какой-то вот, там люди собирались, шли куда-то в кафе или в какое-нибудь там местечко, чтобы обсудить, обменяться впечатлениями, просто, ну, вот начинали дружить вот именно на этой почве, то есть, это вот был просмотр фильма как место, ну, клуба действительно знакомств, что ли. Так, наверное, сейчас и происходит вот «Сплендит Палас», когда он становится центром проведения Рижского международного кинофестиваля, кстати, очень замечательный фестиваль, ребята очень толково его организуют уже несколько лет подряд. В принципе, то, что я наблюдаю до сеансов и после сеансов, это заседание клуба единомышленников, там, слава богу, еще появилась вот эта вот «Кафе Тинта», где можно прекрасно обсудить фильмы, это вот абсолютно арсенал, то, что было раньше на арсенале, теперь переместилось в «Сплендит Палас». И происходит не только во время фестиваля, там вообще, конечно, такая публика, которая неравнодушна к авторскому европейскому кино, которая не забудется как какое-то одноразовое переживание в мультиплексе, а именно будет возвращать тебя и возвращать снова в мыслях к сюжету, героям, заставлять о чем-то думать, что-то переживать, не знаю, они все остаются. Вот я для себя так сформулировала, что европейское кино – это то, что остается. Если ты осознанно, ты знаешь, на что ты хочешь сходить, ты идешь, ты испытываешь какие-то эмоции, которые остаются с тобой навсегда. Ты не можешь просто позабыть, о чем это был фильм, он не может стать проходным в твоей жизни. Я все пытаюсь найти тот момент, когда же это случилось, потому что еще в советское время, в принципе, ведь американское кино было одно из. Ну, то есть, кинопрокат был четко поделен, вот было кино Советского Союза производства, было кино дружественных социалистических стран, куда, кстати, ну вот были и кино Вьетнама, там, не знаю, Кореи, там еще какие-то фильмы, было кино Франции, там, ну, Европы, и вот, как бы, одно из это, вот было американское кино, которое затем вдруг, вот в какой-то момент случилось, оно постепенно совершенно вытеснило все остальные страны, и, в принципе, вот это превратилось. Ведь некоторые утверждают, что это была трагедия, прежде всего, и для Америки, потому что Америка лишила своего кинематографа, именно из-за того, что она стала производить кино для всех, то есть, оно потеряло национальные черты, и как вот, ну, стала таким международным Макдональдсом, условно говоря, вот, потеряв какую-то идентичность свою. Ну, не знаю, мне кажется, что в американском кинематографе все-таки есть режиссеры, которые очень четко ассоциируют его с американским кинематографом. Вот, например, я так жду фильма нового Квентина Тарантино, который даже перенес премьеру с августа, слава богу, на июль, так что ждать осталось совсем уже мало, это очень радостная новость. Однажды в Голливуде, где такой невероятный микс, вот этих событий 60-х, и Мэнсон, и хиппи, и эта эстетика, и актерские интриги, не знаю, это как всегда, это будет что-то невероятное, я прям вот очень жду, и каждый раз думаю, что спасибо Тарантино, вот уже за Тарантино можно полюбить Америку раз и навсегда. Хотя он, все это, по-моему, предпоследний его, говорят, фильм будет, он же сказал, что 10 фильмов. Но он же не айфон, чтобы выпустить 10 моделей. Не, я думаю, что там будет продолжаться, еще продолжаться, может быть, просто реже будет нас радовать, но он же не из тех режиссеров, которые регулярно что-то выдают, он же не Вуди Ален, чтобы каждый год выдавать по новому фильму. Кстати, вот как интересно Вуди Алену удается держать такой темп, и сразу параллельно с этим вопрос, вот как сейчас, по вашему мнению, этот скандал, ну и вообще вся атмосфера в мире, в Голливуде, все эти движения, вот Херасмента, вот все эти Харви Вайнштейна и прочее, куда вдруг попал во всю эту компанию и Вуди Ален, может отразиться на его карьере. Ведь, по-моему, его новый фильм сейчас практически, ну, бойкотируется. Как бойкотировали его картину с Вандербилл, «Колесо чудес», я не знаю, «Колесо обозрения», что ли, практически его, ну, полностью проигнорировали. Кстати, «Зря» очень хороший фильм. Да, 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 я тоже был. Замечательно, и «Кейт Уинслэ», там замечательно, это последний фильм, который я видела, и на хорошем экране. Мне понравилось, ну, было ощущение, что какого-то такого Тенниса Уильямса, то есть практически вот… Да, и по драматичности я бы поставила в один ряд с «Матчпоинт». Редко Вуди Ален снимает такие глубокие драмы, обычно у него как-то все более легко и непринужденно развивается, вот эти два таких глубоких. Ну, не знаю, я думаю, что Вуди Ален уже ничто не может помешать. И, конечно, это вот все это движение «Мету», это очень интересно, почему вдруг женщины спустя столько лет решили заговорить, почему это произвело эффект разорвавшейся бомбы и так вообще повлияло. То есть мы видим, как полетели просто шишки, грубо говоря, шишки и так далее. И интересно, что сейчас эстафету «Мету» перехватил Франсуа Азон, фильм которого в российском прокате он вышел по воле Божьей, у нас в прокате он называется «Слава Богу», как раз вот с прошлой недели идет Splendid Palace. Это, в принципе, тоже такое «Мету», но уже на другую тему. Все мы знаем жуткие скандалы, которые сотрясли католическую церковь, про сложную тему «Священники-педофилы». И вот как раз Франсуа Азон взял совершенно реальный случай. Суд над этим кардиналом был 6 марта, это кардинал Лионской епархии. Совершенно реальное дело, совершенно реальный священник. Поэтому уже на этапе создания этого фильма католическая церковь пыталась там такие палки в колеса вставлять. В принципе, удивительно, что он его все-таки снял и не сломился ничем, но он зашифровал съемки этого фильма, как раз-таки опасаясь влияния католической церкви. То есть он всем рассказывал, что он снимает фильм о трех друзьях сорокалетних, и фильм называется «Александр». На самом деле в центре повествования этого фильма действительно три человека, совершенно незнакомые до этой трагической истории между собой, которые вдруг решают заговорить о травмах своего детства. То есть, в принципе, вот Франсуа Азона очень интересует, что мне понравилось в этом фильме, это тема, что людей заставляет спустя столько лет ворошить травмы прошлого, почему они молчали тогда, почему они говорят сейчас. Вот главная, наверное, тема этого фильма – это именно этот вопрос. А завязка такая, что один из героев узнает, что священник, который приставал к нему, когда он был семилетним мальчиком, до сих пор организует детский лагерь скаутов, это у них называется, до сих пор имеет доступ к детям. Вот он пишет заявление в полицию, полиция говорит, что ничего не может сделать, потому что срок давности прошел. Срок давности – это прекрасная отмазка, оказывается, 30 лет. Если прошло более 30 лет, то ты ничего не можешь добиться. И вот вокруг этой истории они создают общество, свободное слово, собирают подписи, оказывается, что жертвы священника-педопилов там уже идут на десятки человек, и объединившись, они смогли чего-то добиться. Вот та же история с мету, голливудским кинематографом, от которого мы чуть-чуть перешли в новой реальности европейской. Эта картина имела какой-то резонанс, но сейчас, после выхода на экраны, привлекла ли она к этой теме внимание? Да, я думаю, уже то, что она получила гран-при на Берлинском кинофестивале, это уже свидетельство большого успеха, то, что не побоялись дать такому фильму скандальному. И плюс совершенно невероятные цифры, что вот в день премьеры посмотрели 50 тысяч человек. А во Франции, да? Я думаю, что это во Франции было, да, на его родине. Победила на Берлинале, а во Франции. То есть это один... И фактически вот этот фильм, который такой авторский, европейский, на сложную тему, то есть это не такое некоммерческое кино, это очень хорошие цифры для этого. Это история, которая получила резонанс. И сейчас этот фильм, ну, вышел на наши экраны. Да, и ценз возрастной, хочу, кстати, сразу же успокоить всех, что никаких таких сцен, которые могут там кого-то шокировать, не кого-то, а зрителей шокировать, нет. И возрастной ценз 13+. То есть, в принципе, он очень так, он все это очень показывает пристойно. Ну, ему тоже, наверное, была важна эта тема, что геи, педофилы, это не одно и то же. Он как-то и про это тоже там говорит, что все эти главные герои, они все счастливые отцы, семейств, у них дети, у них некоторые даже многодетные отцы. Но вот однако вот эти раны прошлого не дают им жить спокойно, когда они узнают, что тот человек, который их обижал, до сих пор при власти. Вот насколько сложно продвигать такой фильм? Ну, то есть, продвигать, конечно, плохое слово, но я имею в виду, вот сделать этому фильму рекламу, насколько вот привлечь к нему внимание зрителя, вот потому что есть ведь люди, которые, ну, приходят в кинотеатр развлечься, и когда им предлагают посмотреть какую-то драматическую историю, многие пугаются, ну, пугаются вот того, что их заставят что-то переживать, какие-то негативные переживания. Да, это так, но я думаю, что фильмы Франсуа Азона смотрят осознанно, и каждый его фильм не похож на предыдущий, он такой режиссер именно этим и славен. И если им очень хорошо раньше давались фильмы про женщин, это, наверное, вот такой вот из всей его плеяды фильмов, самый злободневный, и уже этим заслуживает. Такой даже в каком-то жанре документари просто снят, невероятно реалистичным. Ну, тоже есть у него почитатели. Вот своими глазами видела в кинотеатре, в котором была меньше, чем недели назад. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию, продолжим программу «Синема». Мы продолжаем программу «Синема», и сегодня в нашей студии Юлия Румянцева, журналист, журнал «Лерит» и «Киноман» и ведущий культурных обзоров. И мы вот как-то за кадром вспомнили еще одну жертву, в принципе, талантливого актера Кевина Спейси, который оказался практически вообще за бортом, ну, лишен профессии, ведь все это настолько быстро произошло, буквально одним щелчком. То есть человек был одним из самых популярных актеров, причем как вот по обе стороны океана, он с легкостью уже и снимался и в европейском, и в американском кино. Но и вот как вот так вот можно вот вдруг чуть ли не одним махом сделать так, что человека просто вырезали из фильма и пересняли с другим актером? Мне вот тоже как-то вот совершенно непонятно. Даже суд его еще не успел признать виновным ни по одному из эпизодов, которые ему вменялись. Да, это вот я считаю тоже, это уже какой-то перегиб этой истории Мету, когда человек без суда и следствия обвиняется виновным просто на основании, в том числе и анонимных показаний. Это уже как-то перекрывает все границы здравого смысла, и его, вероятно, жаль. Потому что он, конечно, один из самых блистательных актеров, я считаю, 20-21 века. Очень приятный, интеллигентный человек, имело счастье с ним общаться на кинофестивале в Дублине. У них есть такой интересный кинофестиваль, где они показывают культовые фильмы. То есть это не новое кино, а старое кино. Вот, и как раз на него приезжал Кевин Спейси и встречался с Балтийской и Российской прессой, в составе которой в делегации повезло быть и мне. Очень с теплом отзывался Михаил Сергеевич Горбачев и вел его юбилей в Альберт-Холле, как мы помним, в Лондоне праздновался с большим размахом. И вообще, не знаю, произвел такое замечательное впечатление, и как человек тоже, не только как артист. Так что вот, кого мне жаль, так это его. Не говоря о том, что ведь он и театральный режиссер, и возглавлял же театр. В Лондоне. Да, в Лондоне. И, в принципе, вся его вот как-то жизнь оказалась совершенно перечеркнутой. И это, ну, как-то чудовище. И сериал «Карточный домик» его тут же выбросили из этого сериала. То есть, ну, настолько как-то это все кажется, ну, каким-то, ну, какой-то охотой на ведьм. То есть, ну, чем-то во времена маккартизма, когда с таким же стервенением, там, Чаплина поливали грязью, от чего он уехал в Европу, из Америки, и многие другие случаи. Вот мы уже упомянули о том, что фильм Франсуа Азона имеет несколько названий. Его там «Слава Богу» или «По воле Божьей». Как часто фильмы, которые попадают в наш прокат, вот, меняют название? Мы все знаем, что, ну, какие-то классические есть же варианты. Кстати, блестящие, вот, некоторые любят «Погорячее в джазе, только девушки» в советском прокате как-то вот сделали гораздо более какое-то вот яркое, сочное, даже соответствующее прямо название фильму. Да, бывают такие истории, вот, недавние случаи. В принципе, прокатчики вправе выбрать название для рынка, на котором они прокатывают кино, наиболее понятное, уместное, и которое будет понятно, в общем-то, всем. Вот такой случай произошел с фильмом, последним фильмом Паула Сарантино, который он долго-долго уже даже приостановил съемки второго сезона «Молодого папы» из-за того, что все свои силы бросил на проект фильма масштабного «Сильвио Берлускони». «Сильвио Берлускони», конечно, очень интригующая фигура, но как-то режиссер так глубоко ушел в это дело, что создал две версии фильма в итоге. Четырехчасовую, двухсерийную для итальянского рынка, полную каких-то местных там шуточек, контекстов и деталей, которые, понятно, только итальянской публике, а для европейской публики смилостивился и сделал такую более короткую, два с половиной часа, односерийную драму полноценную. Вот тоже интересно, потому что в оригинале этот фильм называется у него «Лоро». Ну, как бы русскому уху «Лоро», ну что это? Итальянцы, люди, которые знают итальянский язык, для них это значит очень много, они понимают эти контексты. То есть «Лоро» – это местоимение «они», плюс его можно расценивать как «они» – это некая свита, люди избранные и так далее, но, грубо говоря, сливки общества, каста избранных, вот в таком смысле это «Лоро». Но для русских зрителей и латышских совершенно никаких ассоциаций. Поэтому в итоге у нас этот фильм, эта драма замечательная, вышла в прокат под названием «Сильвио», что как бы сразу же отсылает к главному герою, мы понимаем, о ком речь идет, и с радостью смотрим, нам все понятно. У нас не возникает дополнительных вопросов. Точно так же, по-моему, вот фильм «Три дня с Роми Шнайдер», который вот так вот идет в русском прокате. Да, в оригинале он называется «Три дня в Кеброне». Ну вот кому вот объяснить, что такое Кеброн и почему вот в Кеброне? Что там было «Три дня в Кеброне»? То есть здесь, наверное, все-таки, да, действительно, смена названия. Да, это оправданно абсолютно «Три дня в Кеброне». Фильм, замечательный режиссер Эмили Атеф сняла о трех днях из жизни Роми Шнайдер, который она как раз-таки провела на курорте Кеброн во Франции, такой спа-отель, пятизвездочный, по меркам 80-х, полнейший шик. Сейчас, конечно, он смотрится очень так ностальгически. Вот. И в этом, чем примечательны эти «Три дня», что за эти «Три дня» она дала интервью Штерн, неожиданное совершенно по степени своей откровенности. То есть, в принципе, это был душевный стриптиз. Жизнь Роми Шнайдера была далеко не в сахар, как мы все знаем. Она страдала от алкогольной, от наркотической зависимости. Первый муж ее покончил самоубийством. Она прошла через страшные испытания. А еще и после вот этого интервью в «Три дня в Кеброне», которая длилась с журналом «Штерн», еще и в результате трагического случая погиб ее сын, что окончательно, конечно, ее сломило. И меньше, чем через год после этого интервью Роми Шнайдер ушла из жизни. Но в этом фильме это очень интересно. То есть, вот как мы воспринимаем селебритис, как мы воспринимаем актрис, что они такие дивы, такие холодные. И очень важно, как они выглядят в глазах других, даже не в своих, а в других. Она ведет себя совершенно по-другому в этом фильме. Она там опускается во все тяжкие, танцует, флиртует с какими-то незнакомцами, бегает по скалам, в итоге повреждает ногу. Очень интересно посмотреть, что скрывается под вот этой вот блестящей оберткой кинодивы. Какая она на самом деле. Мне очень понравился. Это такой фильм, не знаю, может быть, более женский, чем мужской. Но если есть такая возможность, очень рекомендую посмотреть. И да, у нас в прокате он шел, как «Три дня с Роми Шнайдер». Я думаю, что можно наискать. И так, и так обязательно найдете, те, кто хотите. И очень интересно, что источником вдохновения для режиссера стали как раз-таки документальные фотографии из журнала «Штерн» 1982 года, для которого, в общем-то, вся эта история с интервью и была затеяна. И фотограф предоставил режиссеру свой фотоархив, в котором сохранились 600 снимков. Понятно, что в журнал попали из них 10 примерно, а остальные 590 остались за кадром. И сохранил же. Сохранил и правильно сделал. Некоторые, кстати, из этой съемки стоят у него на сайте. Вот уже те, кто хотят посмотреть, могут увидеть из журнала «Штерн». Вот 600 документальных фотографий черно-белых. И, в принципе, очень интересно смотреть, как в этом фильме каждый этот кадр живая. То есть режиссер и вся команда с такой вообще невероятной скрупулезностью воспроизвели каждую деталь в кадре. То, что там была вазочка для цветов, мебель, ее одежда, ее кажущаяся теперь нелепая белая кофточка. Все это в этом фильме есть. Это просто ожившее вот это вот закулисье этого интервью. Ну, вот можно вспомнить ведь, что, да, одним из главных мужчин тоже в ее жизни была Ленда Лона. Их там романы и совместная работа в кино. Там фильм «Бассейн», в частности, где… Ну, который привозили у нас, показывали. Я помню, его представлял сам Ален Далон. И вот читая последнее, вот, ну, недавнее интервью Далона, он, в принципе, ведь очень разочарован ситуацией, которая сложилась сейчас вот во французском кинематографе. И вот чувствуется какая-то ужасная ностальгия по, там, не знаю, 50-м, 60-м, 70-м еще годам, вот 80-е уже что-то вот пошло, как будто бы все наперекосяк весь. Понимаешь, что это не только, ну, вот, скажем, мы, ну, ругаемся, ну, говорим, что трава была зеленее. Вот что-то произошло, в принципе, вот с тем, как люди стали смотреть кино, и что-то, вот эти какие-то изменения, какие-то вот мы можем чувствовать себя, какие-то вот признаки этих тектонических сдвигов, что что-то вот происходит, и, в принципе, может быть, сама схема просмотра кино будет скоро другая. Вот недаром появляются уже специальные сервисы, я имею в виду вот Netflix, например, который, Amazon сейчас начинает снимать свои фильмы, и успешные именно не только сериалы, но и фильмы. Вот насколько это может изменить вот именно сам просмотр кино от большого к маленькому экрану? Я думаю, что глобально это ничего не изменит. В принципе, вот интересно с этими фильмами, про которые мы сейчас говорим, их, некоторые из них, Netflix закупил уже после прокатчиков. То есть иногда Netflix заявляется в эксклюзивные права, как это произошло с фильмом «Рома» Альфонсо Куарона, который, как мы знаем, недавно получил. «Оскар» – это вот… Три даже. Да, целый урожай наград, я бы сказала, «Во главе с «Оскаром»» – это кино, конечно, невероятно красивое. Те люди, которые ездят по кинофестивалям, и честно, вот прожили этот 2018 год весь, объездив все главные конкурсные площадки мира, говорят, что это самое вообще удивительное кино и поэтичное, которое появилось. Это однозначный лидер, это обязательно фильм, фильм обязательно к просмотру. И мне понравилось, как Антон Долин сказал, что стоит подписаться на Netflix, у них есть месяц бесплатная подписка, хотя бы для того, чтобы посмотреть этот фильм «Рома». А после того, как вы его посмотрите, можно уже, в общем-то, от Netflix и отписываться. Потому что все остальное можно увидеть и так в кинотеатрах. Все эти европейские фильмы, они уже потом опосредованно к ним доходят. Но вот сама традиция похода в кинотеатр, она не вытесняется ли, я имею в виду, вот такими сервисами, которые предлагают подписку в большую библиотеку фильмов и тем самым, ну, подсаживают уже людей на такой домашний просмотр. Тем более, что сейчас все-таки телевизоры становятся все больше и больше, доступнее. То есть человек, по большому счету, может, домашний кинотеатр себе гарантированно обеспечить удовольствие просмотра. Ну, это, наверное, зависит тоже от человека, кто из нас интроверт, кто экстраверт, кто вообще готов сидеть всю жизнь дома, завернувшись в плед, не выходить и с радостью будет оставаться в курсе на венок всех посредством телевизионного экрана. Но, мне кажется, у нас очень большое количество людей, я не знаю, я вот до сих пор считаю, что книжки нужно читать на бумаге, важны прикосновения, запах типографской краски, шуршание страниц. И точно так же для меня кино должно быть на большом экране, я должна упиваться каждым кадром, и он должен быть таким огромным. Но сейчас вы еще скажете, что обязательно на пленке должно быть кино. Ну, нет, так я далеко не зайду, но я говорю... И там с криками сапожник, когда там, значит, обрывается пленка, обязательно нужно, чтобы это стрекотал проектор. Нет, нет. Ну, как сказать, вот такая аналогия. Вино приятнее пить из хорошего бокала, а не из пластмассовой ерунды. Вот, мне кажется, так же из кино, если ты хочешь насладиться каждым кадром, но все-таки с большим экраном ничто не может сравниться, и ничто не может его заменить, как бы далеко не заходили технологии. Потому что кто-то, когда вот я тоже заводил такой разговор ностальгический по поводу книг, возмущенно хлопнул, вообще стукнул кулаком, говорит, хотите ощущать этот запах, тогда просто книгу нужно читать, а не нюхать. И, вот, так сказать, на каком носителе вы его читаете? Понюхать можно и там в библиотеке держать себе книгу, если захотелось вдруг понюхать. А вот, так сказать, читать, не все ли равно, на каком носителе? Вот это, ну, наверное, каждый волен, конечно, выбирать свое, но само появление, ведь, мне кажется, еще лет 10-15 назад вот такого, именно вот я имею в виду стриминговых сервисов, которые и касаются и музыки, и кино, они, в принципе, двигаются в эти процессы параллельно, еще было трудно себе представить, что можно просто, как в библиотеке, слушать любую музыку, просто заплатив определенную месячную плату. Нет, спасибо Нетфликсу вот за фильм «Рома», я прямо вот очень рада, что есть такой Нетфликс, он его купил и сделал его доступным просто для всех людей, просто для всех людей в мире, и даже для этого никуда не нужно идти. Насчет, все-таки, того, как попадают фильмы на наш латвийский рынок. Вот, может быть, приоткроете завесу тайны, но что вам известно, как все-таки происходит этот отбор, потому что понятно, что есть фестивали, понятно, что фильмы, которые получают награды фестивалей, ну, к ним больше интереса, они на слуху, их легче продать, привлечь внимание. Но ведь есть и фильмы, может быть, не столь именитые, но тоже очень хорошие. Вот как ориентируются прокатчики, как они закупают, как они надеются привлечь зрителей в кинотеатры? Ну, это тоже очень зависит. Если мы говорим о больших кинокомпаниях, такие как Sony, то у них заключены контракты с кинопрокатными компаниями, которые их прокатывают, какими-нибудь гигантами, не знаю, например, Акмы и так далее. Но это лучше говорить с этими компаниями. А прокатчики, которые закупают европейское кино, там все происходит всегда очень по-разному. В деле участвуют агенты, и все это, они ездят на все кинофестивали, там проходят цикл встреч. Иногда агенты уже предлагают фильмы на стадии создания фильма. Такое тоже бывает. То есть, в принципе, они отслеживают весь цикл, грубо говоря, от написания сценария до предоставления рекламных материалов, когда он уже выходит в прокат. Каждая история разная. Все, мне кажется, такое, как джазовая импровизация, все это происходит, хотя бизнес-бизнес. Но вот моя самая любимая история, как моя подруга, как раз-таки кинопрокатчица из компании A1 Films Baltic, однажды была вынуждена принять решение за 10 минут, покупает ли она фильм Паула Соррентино «Молодость». Это его предыдущий, перед Сильвио Лоро, вот предыдущий фильм, самый, мне кажется, его лучший, глубокий, проникновенный, трогательный и так далее. Вот ей пришлось принять такое непростое решение за 10 минут, покупает она его или нет. Я ее подбадрила, говорю, бери, потому что он же завоевал «Оскар» со своим «Ла Гран де Белетса», и уже это создавало определенное КПД, но невозможно быть неуспешным в прокате, если ты покупаешь фильм оскароносного режиссера. Стоил он, конечно, немаленьких денег, но, насколько я знаю, в прокате все прошло хорошо. Вот это же каждый раз тоже риск. Выстрелит, не выстрелит, пойдет, не пойдет. И, кстати, если мы уже заканчиваем... Нет, еще у нас есть время, я слежу. Я так хочу сказать как раз-таки тоже о еще одном фильме, который сейчас идет на экранах. Я очень его рекомендую тем, кто любит, может быть, такие жанры полегче. Французский фильм «Преданный». Тоже сенсация европейских фестивалей. Чем он интересен? Тем, что его снял Луи Горель, который выходится с такой киносемьей, он сын Филиппа Гореля, тоже великого человека в истории французского кинематографа. В главных ролях блещет он сам, он актер и режиссер и автор сценария. По-моему, это его режиссерский дебют, если я не ошибаюсь. Мне кажется, у него был еще какой-то фильм, да. Но он тут играет главную роль режиссером, и что интересно, в фильме играет главную роль его жена в реальной жизни. Раньше она была известна как супермодель, после этого фильма мы вполне можем говорить о ней, как и серьезно драматической актрисе, Летиция Каста. А вторую главную роль, а там действительно речь идет о любовном треугольнике, они все... Да, да, я все, позор, позор на мою голову. У него это уже пятая картина, правда, три короткометражки. Да. Это второй его фильм. Да, вторую. Да. А вторую главную роль, женскую, играет дочка Ванессы Паради и Джонни Деппа, 19-летняя прелестница Лили Роуз Депп, она же модель, она же лицо Шанель, она же муза, недавно ушедшего от нас, Карла Лагерфельда. В общем, уже кастинг там совершенно сумасшедший. Фильм длится всего 75 минут, и это удивительное кино. Оно позиционируется как остросюжетная комедия, вот даже не буду рассказывать, почему, но когда я его посмотрела, я поняла, почему. Смотрится очень легко, замечательная музыка, замечательный визуальный ряд, и игрой каждого актера просто наслаждаешься и упиваешься. И там необычные такие повороты сюжета, тоже не будем раскрывать всех карт. Очень рекомендую. Тоже, опять же, вот он называется, во французском прокате он назывался «Честный человек», в российский вышел как «Преданный человек», а у нас в прокате просто как «Преданный». И, кстати, слово «Преданный» можно рассматривать двояко. Да, тоже не будем раскрывать карт. Вот очень рекомендую. Ну что же, вот фильмы, которые сейчас в прокате, как раз-таки европейское кино, мы вот обратили ваше внимание, дорогие зрители. Этот фильм тоже доступен в Splendid Palace, да? Это новинка, да. Две недели он в прокате, только в Splendid Palace идет. И я понимаю, что вот у европейского кино, конечно, есть свои особенности. То есть в Splendid Palace такое плавающее плавающее расписание показов фильмов, поскольку всего два зала, и в каждом зале по три максимально сеанса в день. Поэтому, естественно, что один фильм, он может выпадать даже не каждый иногда день, иногда там сеансы. Поэтому нужно обязательно следить за просто репертуаром, чтобы этот фильм поймать, поймать в прокате. И вот интересно, я понимаю, что в таких просмотрах европейского кино, он как-то не располагает к поеданию попкорна. Есть такой какой-то удивительный феномен. Да, это удивительно тоже. Так и есть. Он воспринимает, он настраивает на какой-то диалог, из которого не сразу удается вырваться. Так что приходите, смотрите, ищите, может быть, находите друзей единомышленников во время сеанса, после можно обсудить понравившееся кино тут же рядом. Я говорю огромное спасибо Юлии Румянцеве, которая сегодня была в нашей программе «Синема». И до новых встреч. Спасибо вам.